Добрый день, зрители! С вами доктор Константин. Сегодня наша тема лекции. Верока следующая. Дзин, книга перемен и оккупантура. Мы всегда в наших лекциях частенько говорим «Восток – дело тонкое». Те, кто не хотят в тонкостях Востока разбираться, пожалуйста, не лезьте в оккупантуру, не искажайте ее, не делайте ее более неразумным методом и тем методом, по которому люди не могут получить результат. Почему? Потому что невежественно относятся к знаниям и науке восточной медицины, которые, прежде всего, имеют тонкости, которые нам, тем, кто занимается в оккупантуре, нужно знать. Но знания, их нельзя утаить, с ними нужно делиться. Что мы и делаем. Итак, мы уже внимательно, кто слушает наши лекции, читаем лекции ойдзин, книге перемен. Книга перемен является самой древней книгой в Китае. Точка, если на нее не воздействует, она имеет один потенциал. Но потом, когда мы ставим иглу в точку, ну не только иглу, а воздействуем литропунтуру, микрорезонанс в трепе, массажными действиями мы проводим, манипуляция в оккупантурной точке, она начинает видоизменяться, начинает набирать энергетику, эта энергетика начинает приходить, наводить порядок, выметать старую энергию, приводить новую энергию. То есть начинается что? Движение тонкой энергии цель. Вот потому, чтобы не нарушить грубыми своими массажными движениями воздействиями на точку оккупантура, нужно мягко воздействовать на них. Почему? Сейчас мы об этом узнаем. Итак, книга перемен нам раскроет, что точка P8, относящаяся к меридиану легких, имеет потенциал 44 гиксограмма. Это 44 гиксограмма буквально переводится как перечень E. Это напряженная личная встреча, действия посредством начала Инь. Пожалуйста. Но мы уже знаем, мы уже знаем, когда мы воздействуем на точку оккупантура P8, 44 гиксограмма начинает меняться. Какой она начинает меняться в гиксограмму? Она начинает меняться в первую гиксограмму. Эта гиксограмма очень тяжелая, потому что она первая. Это гиксограмма творчества. Пожалуйста, внимательно будьте. Ну и, конечно же, через творчество только человек может понять и постичь те или иные энергии. Что такое творчество? Это сила, творческая энергия, это действия, созидающая и уничтожающая власть одновременно. Это динамичность, это неутомимость, стойкость, настойчивость. И Рольф изображает восходящую энергию солнца и растущие деревья. Вот вам, пожалуйста, через данную точку P8, если мы мудро будем и разумно на нее воздействуем, то мы можем что? Восходящую энергию солнца направить в эту точку. И что? С этой точки пойдут расти что? Деревья. Вот вы подготовите и почву хорошую. Деревья укрепятся хорошо своим корнем, идут хорошие стволы, плоды. Вот вам элементарно, просто при одном условии, ни глупо, ни слепо, ни тупо воздействуем на данную точку, а разумно. Вот что от нас требуется. Почему? Потому что это, еще раз мы скажем, первая гексограмма, это первичная духовная сила, созидающая и уничтожающая одновременно. Вот представьте себе, вы должны воздействовать на данную точку созидательной силой, которая придет и уничтожит ту силу, которая мешает жить человеку. Допустим, данная сила – это болезнь. Традиционно мы скажем, что стопроцентное воздействие на купонтурную точку может только дать диагностика 12 меридианов. Почему 100%? Потому что уверенно я знаю, что я должен данную точку либо седатировать, либо тонизировать. Тогда то, что мы сегодня сказали в нашей лекции, сразу же будет работать на 100%. Спасибо за внимание.